Аварийные службы Отсутствие хозяев, если там констатирован разрыв трубы Службы также смогут выломать дверь, если жилец отказывается впускать специалистов для устранения аварийной ситуации, от которой страдают соседи Проблемы коммунального характера в многоквартирных домах случаются систематически И все работы по устранению аварийной ситуации нередко задерживаются Именно из-за нежелания жильцов обеспечить свободный доступ к коммуникациям общего пользования Повторимся, теперь в этом случае у коммунальщиков есть право выломать дверь в вашей квартире, чтобы попасть на место происшествия Министерство здравоохранения предлагает разрешить привитым от COVID-19 латвийцам в соответствующей эпидемиологической ситуации После введения зеленого паспорта получать более широкий спектр услуг В ближайшее время Минздрав рекомендует отменить для вакцинированных рутинный скрининг в коллективах Однако, тесты на COVID-19 в случае подозрений или перед медицинскими манипуляциями все равно необходимо будет сдавать По планам Минздрава к привитым клиентам центров социального ухода смогут приходить посетители Они также смогут собираться и выходить за пределы учреждения, соблюдая меры предосторожности, установленные в общественных местах Предложения Минздрава также предусматривают, что привитые смогут не соблюдать условия домашнего карантина, если тест на COVID-19 дал отрицательный результат Исключения для населения могут быть введены при наличии достаточного числа вакцинированных в Латвии В частности, люди смогут массово собираться на открытом воздухе, например, на спортивных, культурных и развлекательных мероприятиях Также вакцинированные лица смогут не отправляться в самоизоляцию по прибытию в Латвию из стран с высокой заболеваемостью COVID-19, если тест окажется отрицательным Вакцинированные поставщики услуг также смогут не использовать средства индивидуальной защиты при предоставлении персонализированных услуг в изогнутом пространстве Это исключение не распространяется на медицинские учреждения За прошедшие сутки в Латвии было выявлено 688 новых случаев заболевания COVID-19 Скончались 15 человек Умершие входили в возрастные категории от 30 до 89 лет Об этом сообщает Центр профилактики контроля заболеваний В понедельник тест на коронавирус дали 18 656 человек Доля положительных результатов составила 3,7% В настоящее время COVID-19 в Дагополсе болеет 306 человек В Дагополском крае – 91 На сегодняшний день в городе зарегистрировано 8550 случаев заболевания коронавирусом с момента объявления пандемии За прошедшие выходные дни было выявлено 50 новых инфицированных жителей За минувшие сутки еще 16 С начала пандемии COVID-19 в Латвии был выявлен у 112 224 человек 2071 житель страны скончался На прошлой неделе вакцинировать от COVID-19 в приоритетном порядке начали сотрудников и педагогов детских садов и школ Многие работники Дагополских учебных учреждений воспользовались этой возможностью, вакцинируясь как индивидуально, так и подавая коллективные заявки Возможность как можно скорее вернуться к нормальному процессу обучения – одна из основных задач, которую на данный момент выдвигает как правительство, так и учебное учреждение Поэтому сотрудники школ и детских садов были включены в приоритетную группу вакцинируемых Как отметили в Даугаповском управлении образования, на момент, когда было принято это решение, многие уже успели подать заявку на портале manovaccina.lv И привиться, так как входят в одну из остальных приоритетных групп В целом интерес к вакцинированию среди представителей сферы образования довольно велик С 12 апреля в индивидуальном порядке активно вакцинируются сотрудники дошкольных и специальных учебных учреждений Педагоги 1-6 классов, а также технические работники школ и детсадов, находящиеся в непосредственном контакте с детьми На данный момент заявки на вакцинацию подало около 30% школьных педагогов Дошкольные учебные учреждения проявляют немного меньшую активность Тем не менее, и они регулярно подают данные о желающих вакцинироваться В сотрудничестве с Центрами массовой вакцинации начато также коллективное вакцинирование, в том числе и на выезде в самих учебных учреждениях На данный момент таким образом вакцинировано уже 375 сотрудников школ и дошкольных учебных учреждений Еще 500 человек, подавших коллективные заявки, получат вакцину в ближайшее время Я очень надеюсь на то, что мы этим сделали шаг, чтобы дети вернулись в школу Это единственный способ, чтобы мы могли нормально вернуться к работе Потому что наш режим работы в интернете отнимает столько сил, столько здоровья И я как руководитель и тоже как учитель вижу и прохожу через это Поэтому это единственный способ, попытка вернуться к нормальной жизни Я переболела ковидом в начале декабря и для меня это сумасшедшие последствия Когда из этого получится выкарабкаться и прийти в нормальную жизнь, я не знаю Но я бы не пожелала переболеть ковидом даже в раку С 20 апреля как в индивидуальном, так и в коллективном порядке Начнут вакцинировать и всех остальных выразивших желания сотрудников учебных учреждений Которые во время исполнения трудовых обязанностей находятся в непосредственном контакте с детьми Тем временем представители приоритетных групп и всех остальных желающих вакцинироваться Продолжают принимать заявки на портале manovaccina.lv по телефону 8989 у семейных врачей и в центрах вакцинации Обращаем внимание на то, что с 19 апреля портал manovaccina.lv работает в обновленном режиме Теперь здесь можно не только записаться на вакцинирование Помимо этого, люди из открытых приоритетных групп могут выбрать время и место проведения вакцинации На данный момент обновленный сайт работает в тестовом режиме Но постепенно на нем будет открыт обширный календарь вакцинации различных учреждений Возможность выбрать время и место вакцинации, подавая заявку по телефону 8989, будет со следующей недели, 26 апреля Более подробную информацию о процессе вакцинации можно найти на сайте самоуправления daugupils.lv Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы Наступление теплого сезона, их смягчение ряда ограничений, связанных с распространением COVID-19 Являются теми факторами, которые мотивируют многих горожан отправляться отдыхать на свежем воздухе Однако далеко не все следуют актуальным требованиям Кабинета министров, в которых оговорено Что вне помещений собираться может не более двух домохозяйств, общим числом не более 10 человек Следить за соблюдением этих правил на уровне муниципалитета призвана полиция самоуправления, которая регулярно патрулирует места скопления людей Особое внимание уделяется как магазинам и торговым центрам, так и природным обустроенным уголкам отдыха и детским площадкам в микрорайонах Всего в Даугупусе в основном у водоемов силами управления коммунального хозяйства обустроено 19 мест отдыха, где можно разбить пикник и использовать мангалы Они становятся особенно популярными в выходные дни, когда полиция самоуправления ведет усиленный контроль При этом специалисты напоминают, что не менее интересный и приятный отдых может быть и в лесу Латвия является одной из немногих стран, где в лесу, за исключением зон частной собственности, разрешено не только свободно перемещаться, но и разжигать костры и ночевать Делать это, конечно же, нужно соблюдая чистоту и правила пожарной безопасности В городе внимание уделяется и детским площадкам, где нередко наблюдается большое скопление ребят Полиция самоуправления просит родителей быть сознательными и оценивать количество детей, прежде чем отпускать на площадку своего ребенка Не стоит забывать и о средствах дезинфекции после посещения подобных мест За несоблюдение актуальных требований по скоплению людей, равно как и требований в сфере торговли и услуг, предусмотрен денежный штраф В размере от 10 до 2 тысяч евро для физических лиц и от 140 до 5 тысяч евро для юридических лиц Главная задача стражей правопорядка в таких случаях, однако, заключается не в наказании, но в профилактике нарушений Поэтому в большинстве случаев проводятся разъяснительные беседы И только при отдельных грубых нарушениях дело может дойти до реальных штрафов С приходом теплого времени большое внимание уделяется требованиям по скоплению людей И на детских площадках, и в местах отдыха Задача полиции – напоминать людям о соблюдении ограничений Но судить персон – это уже крайняя ситуация, когда люди многократно нарушают актуальные правила Городская дума акцентирует внимание горожан на том факте, что сейчас от каждого жителя напрямую зависит то, Какие ограничения будут действовать в ближайшие теплые месяцы С управлением очень надеется, что больше не придется прибегать тем строгим запретам на отдых на природе, Которые действовали весной прошлого года Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугуповской городской думы Еще один учебный год подходит к завершению, и большую часть времени школьники провели за учебниками на удаленке Из-за чего в этом году девятиклассники освобождены от сдачи централизованных экзаменов И для них, как и для большинства учащихся, летние каникулы начнутся 1 июня Правда, диагностирующие работы для них никто не отменял Данные работы не повлияют на оценки в свидетельстве об основном образовании Но зато они дадут возможность оценить, как удаленный формат обучения повлиял на качество полученных знаний И еще, по желанию девятиклассника он может дать экзамен по латышскому языку Если учится по программе школы нацменьшинств и если не собирается продолжать обучение в средней школе А если школьник планирует поступить в среднюю школу, то до 30 июня он должен подать свою заявку И выполнить к этому времени все работы, необходимые для зачисления в конкретные школы города И при поступлении одним из обязательных условий будет наличие не менее 5 баллов по математике, латышскому и иностранному языкам Но для поступления в 10 класс государственной гимназии или технологической средней школы-лицея Пятерки в качестве среднего балла будет уже недостаточно Вступительные проверки в 10 класс планируется провести в первые две недели июня Тогда же будут приниматься и документы от будущих десятиклассников Учеников проинформируют о их зачислении или отказе в среднюю школу до 16 июля Самоуправление продолжает реализацию программы по улучшению энергоэффективности муниципальных зданий Так в перспективе планируется реноваться дневного центра обслуживания лиц с расстройствами душевного характера Социального и ночного приюта, расположенного на улице Шаура 23 Филиала Латгальской центральной библиотеки на новом строении и Дома культуры Фарштадт В настоящее время уже объявлен конкурс на разработку строительного проекта и авторский надзор В ходе реализации проектов планируется провести капитальный ремонт всех инженерных коммуникаций зданий И создать инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова